МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне не нравится это определение СНГ и страны СНГ. А вот я сейчас выпустил книжку. У меня есть правиль про эту книжку. Как прекрасно все, что с нами было. Нет, это комсомолка выпустила. Я выпустил книжку, которая называется «Кобзон Советского Союза». Кобзон Советского Союза? Но вы же не сами придумали такое название. Ну, придумал автор. А кто автор? И Фим Кацеров такой, мой друг детства, артист заслуженный. Он брал в основном интервью у всех тех людей. Так это, по-моему, не первая его книжка с вами. Мне кажется, какую-то книжку кто-то с вами делал тоже на основе интервью. Это делал ваш коллега-журналист Добрюха, который делал «Как перед Богом». Но она, так сказать, надуманная книга. Не понравилась вам, да? Ну, вот как перед Богом, эта книга, ведь там скандалов масса было. Вы с Пугачевой поссорились, с Жванецким. Ну, как? Вот мне здесь прямо подготовили вопросы, что после этого на «Кобзона» обидели звезды шоу-бизнеса. Учили Алла Пугачева и Михаила Жванецкий. Не правда? А мы не любим, когда нас критикуют звезды. Нет, я шучу, но я просто говорил с болью о моих коллегах. Я доверительно разговаривал с журналистом, который обещал мне, когда будет сверстана книга, познакомить меня с ней. Он не показал вам? Нет, конечно, не показал. Он так не делается, это очень профессионально. И мои коллеги, они, естественно, обиделись. А потом мне моя любимая жена сказала, ну, зачем ты их трогал? Вот не надо было их трогать. Я говорю, ну, почему у нас нельзя трогать? Значит, мы вообще неприкасаемые какие-то. Ну, нельзя говорить о наших недостатках. У нас же они есть. Это вполне естественно. А вот когда говорят люди, особенно которым ты доверяешь, о том, что ты что-то делаешь в этой жизни неправильно, что ты не так делаешь, ну, хотя бы задумаешься, действительно, может быть, я делаю. Или он, так сказать, оговорил меня и так далее. Я считаю, что Нелли права. Она не только красивая, но и мудрая женщина, как выясняется. Женя, ну, вы знаете, что по прошествии времени как-то... Во-первых, у меня было основание в свое время обидеться на Борисовну, которая мне сказала в свое время, так сказать, это было в конце 80-х годов, когда у нее спросили, как она относится к тому, что многие творческие работники пошли в политику. Она сказала, если вы имеете в виду Кобзону, то, может быть, ему и пора, а я пока попаю. Вот ведь интересно, вы до сих пор поете. Вы до сих пор поете, Пугачева не поет, она все равно остается ньюсмейкером каким-то образом. Про нее всегда говорят, хотя я не помню, когда она последнее распела. Она навсегда останется Пугачевой. Она вписала свое имя в антологию песенную, в историю песенную, в летопись. Она вписала свое имя, она была и остается Примадонна и самая популярная певицей. Это у нее никто никогда этот трон не отнимет. Появятся популярные певицы, певцы. Ну, хорошо. У нас очень много там и королей, и императоров, эстрады. Да, императриц. Да, давайте с этим мы как-то проедем. По поводу того, что вы до сих пор поете. Я помню 60 лет, когда вам было, вы говорили, это последний концерт, я ухожу с эстрады, все вы меня больше не услышите. Вы знаете, мне хотелось не обманывать ни журналистов, ни окружающих меня людей, ни телезрителей. Мне не хотелось их обманывать. Я действительно хотел закончить свою гастрольно-концертную деятельность, тем более, что это произошло заявление 11 сентября, а 17 сентября я был избран депутатом Государственной Думы. Я решил себя посвятить общественно-политической работе, творческой работе, преподавательской работе. Ну, так получилось, что меня пригласил кто-то из композиторов. Ну, в моем-то концерт. Это не твой концерт, так что ты спой в моем концерт. Кто-то из моих коллег. Слушай, ну это же мой концерт. Ну, давайте честно скажите, еще корпоративы, наверное, были все-таки. Это наркотик, Женя. Наркотик, да. Это наркотик, который, когда вот выходишь на аудиторию, чувствуешь эту энергетику, выходишь на эту борьбу, ну, вот хочется еще раз и еще раз сказать, что я не зря эти годы. Мне тоже, когда я вот вижу вас на сцене, мне кажется, я думаю про себя, если бы Кобзону не платили бы, он все равно бы выходил бы. Более того, он бы сам бы приплачивал, потому что видно, что человек удовольствие получает. Когда я первый начал в стране петь по два-по три сольных концерта в день, мне говорили, ну, что же такая жажда зарабатывать денег? Они не понимали. Тогда еще было такое понятие, которое со временем исчезло. Шефские концерты. Бесплатные концерты, о которых вы говорите. Это вы в детских учреждениях, да? Они для студенчества, они для воинов, они для кого угодно. Шефские бесплатные концерты. Ну, удовольствие мы получали от того, что мы общались бесплатно. Вот просто приходили попить. Я помню, я даже ездил с вами когда-то в начале 90-х с Ильей Глазуном в какой-то детский дом вы привозили там какие-то телевизоры. У меня уже на протяжении критически 30 лет два детских дома. Один детский дом в Ясной Поляне, это школьный детский дом, а второй дошкольный детский дом в Туле. Они постоянно... Я привозил не только Глазунова. Туда приезжали очень многие мои друзья. И Рошаль приезжал туда, и спортсмены туда приезжали, и поэты, и композиторы. Мы приезжали каждый год и продолжаем приезжать. По сей день. Сейчас мои дети эти из Ясной Поляны и Стулы возвратились после летнего отдыха в Анапе. Каждый год они отдыхают в Анапе. Вы это организовываете? Конечно, конечно. Поэтому мне задают иногда вопрос, а почему Тула, почему Ясная Поляна, что вас связывает? Ничего не связывает. Просто так вот. Почему один человек женился на этой женщине? Да потому что флюиды какие-то, чувства их сблизили. Почему? Я был в Туле на гастролик, пришли ко мне дети детского дома и пригласили в свой детский дом, в Ясную Поляну. Я поехал, и вот наша дружба началась и по сей день продолжается. Это трудно объяснить, но так оно и есть на самом деле. Наша дружба. Скажите, а как вы переносите оговоры, которые возникают в прессе, там пишут про всех. Как только человек становится великим, известным, а уж более великого человека у нас на эстраде, например, человек как Кобзон, я удивительную какую-то вещь читал. Вот Норд-Ост был. Все помнят ваш подвиг, что вы пошли, спасли людей. Я читаю, Кобзон это сделал за деньги. Ему заплатили, чтобы он вывел конкретно этих людей. Как вы вообще относитесь к этому? Почему вы не подаете в суд, в конце концов? Ну, кто это пишет и говорит, это просто для меня, так сказать, никчемные люди. Ну, разве это не надо наказывать? Вы же боретесь даже с тем, что под фанеру поют. Они уподобляются американцам, которые написали по поводу Норд-Оста. Ну, конечно, Кобзону удалось вывести этих людей, заложников, потому что он свой среди террористов. Понимаете? А это правда. И вот и наши журналисты... А это правда, потому что Кобзон свой среди всех. Я считаю, что Кобзон... Нет, это не правда. Я никогда не был своим среди всех. Я всегда откровенно говорю... Ну, скажем так, вы всегда были авторитетной фигурой. Вот сравниваем, допустим... Потому что никогда не врал. И никого никогда не боялся. Да, но это было правда. Смотрите, мы уже упомянули там Пугачева. Она была в шоу-бизе. И она есть в шоу-бизе. Вы были в политике, в бизнесе. Вы человек авторитетный, в общем-то... Вы знаете, я не люблю сегодня журналистику. А когда вы ее любили? Нет, я вам сейчас объясню. У меня очень много друзей журналистов. Например? Ну, назовите хотя бы. Ну, пожалуйста. Тимур Гайдар, Царство Небесное. Генрих Боровик, ну, Царство Небесное, Артему Боровику. Дальше. Леонид Миронов, Леонид Золотаревский. У меня очень много друзей журналистов. И я с удовольствием с ними общаюсь, с ними интересно. Но те, которые стали журналистами под долгу совести и чести. Вот эти журналисты, особенно фронтовые журналисты, они всегда вызывали у меня глубочайшее уважение. Не те, которые по площадям, там, по, я не знаю, по проспекту Сахарова или там по другим площадям ходят. Нет, не эти журналисты. Вы не одобряете эти движения по площадям? Нет, я не одобряю. Не одобряю. Ну, а как же говорят, говорят, что это проявление. А вот есть журналисты. Вы знаете, мы по-разному можем относиться к моему любимому поэту Сергею Есенину, но он тоже писал революционные свои стихи. Мы можем по-разному относиться к выдающемуся поэту Маяковскому, но он тоже писал патриотические стихи. Это совершенно разные понятия. Журналисты можно работать. Они сейчас в основном журналисты, особенно, как мы их называем, представляющие желтые издания, они все ангажированные. Они все выполняют заказы журналистки. Они не пишут по наитию своему и, вот, скажем, там, истории, которые они черпают из жизни и так далее. Они пишут по редакционному заданию. То есть, ну, разные есть. Некоторые пишут и по наитию, некоторые пишут по заданию. Но вы же сами говорите, произносите слово некоторые. А я говорю обо всем. Хорошо, давайте вернемся к вашему цеху. В вашем цехе тоже некоторые поют под фанеру. Вы с этим боретесь. Вы же разрабатывали закон. И что произошло? Это же оказалась какая-то фикция. Нужно бороться не с ними, а с государством. С государством надо бороться. Да, с государством нужно бороться, которое не находит средств для борьбы с этим явлением. Потому что закон есть. Закон о защите прав потребителя. Он же не работает. Он не работает, потому что нет финансирования. Вот я попрошу, скажу журналисты, идите по концертным залам, подходите к звукорежиссеру или в звуковую, так сказать, комнату и следите, а кто вас пустит. А кто вам разрешит проверять под фонограмму, сейчас пел исполнитель, или без фонограммы. Значит, нужно создавать штат, нужно создавать работников профессиональных. Прямо обязательно за деньги, неужели интузиастик не найдется. И нужно избрать карательную систему. Вот если обнаружили, что я пою под фонограмму, меня нужно наказать. А как наказать? Рубля? Наказать мне как пусси-райт или наказать мне штрафом каким-то колоссальным. Как меня наказать? Это уголовное преступление или административное нарушение? Вы сами считаете, это преступление прежде всего моральное, потому что это обман. Это обман зрителей, обман фанатов. Правильно. Моральное преступление. Как его наказать? Позорить. Ну как гражданский суд. Возьмите пример в Беларуси. В Беларуси этот закон уже применяется давно. Давно. Вы фанат Лукашенко. У меня был случай такой, царство небесное. Годовщина была такого известного белорусского деятеля Петра Мироновича Машерова. И мы давали концерт, я приехал в Минск. Ко мне зашел за кулисы Лучинок и Мулявин. Еще был жив Мулявин. И Мулявин говорит, есть товарищ, поговорите с министром Мулявин, народный артист Советского Союза, легенда белорусской эстрады. И они с Лучинком мне говорят, поговорите, слава богу, Игорь Михайлович жив, он не даст соврать, как говорят. Поговорите с министром культуры, он мне не разрешает петь. Это был не коммерческий концерт, это был вечер памяти, посвященный Петру Машерову. Я подхожу к нему, к министру, он сидел в ложе, я говорю, ну как же так? Ну, он без оркестра, без ансамбля, но хочет поклониться памяти Петра Мироновича. почему вы ему не разрешаете под фонограмму выступить? Он говорит, я сам являюсь поклонником творчества Владимира Мулявина, но закон есть закон, закон применительный ко всем исполнителям, поэтому я не разрешу, я вышел из положения, я когда выступал на сцене, я пригласил из зала Мулявина, и мы с ним вместе спели песню Пахмутовой вживую, песню Пахмутовой надежды, но закон применяется ко всем, а у нас он не может, огромная страна, Россия, матушка, как по всем городам и весям разослать инспекцию, и какую придумать карательную систему, для того, чтобы мы, артисты, не обманывали народ. Вот когда вы говорите про карательную систему, это звучит очень внушительно. Карательную, а как по-другому, меня нужно наказать, а как вы меня накажете? Скажите, пожалуйста, ну а вот вы сами всегда понимаете, кто поет вживую, а кто вот под фанеру, вы смотрите там по телевизору, или вы не смотрите телевизор? Ну, в общем-то, да. Да? Ну вот Стас Михайлов, например, он как? Вы знаете, я бы не хотел называть сегодня имена моих коллег-исполнителей, и Стаса Михайлова, это нужно задать вопрос Стасу, как он поет вживую. Сейчас вот на данном этапе. Нет, подождите, подождите, насчет номер один, давайте поговорим, для вас может быть номер один. Для меня точно нет. Вопрос в другом, не путайте, пожалуйста, популярность и творчество, качество. Это вы прям как Градский, вот это его песня, вот он любит. Он относится к самым популярным. Но я не могу сказать, что Киркоров на сегодняшний день, вот его называют королем, так он и есть, лучевой, я не знаю, артистом на эстраде, лучи Киркорова, да? У нас есть артисты, у нас потрясающие совершенно. Мы говорим о Примадонне, ну как не говорить, скажем-то, одновременно о Софии Михайловне, о Ротару, да? То же самое, Стас Михайлов, мы говорим, да, они самые сегодня популярные. Лена Ваенга, Стас Михайлов, самые популярные и самые высокооплачиваемые артисты. Вот, ключевое. Но, еще раз говорю, но, этот вопрос, вопрос этический, нужно задавать им, и Стасу, и Лене. Они, их любит народ. И нельзя, вот, знаете, я вам говорю, когда мы общались с публикой, мы говорили о том, что мы работаем над законом, запрете исполнения песен под фонограмму, одна женщина мне сказала очень интересную вещь. Она говорит, да что вы пристали к артистам? Да вот мне, вот я люблю этого артиста, им не плевать, под фонограмму, я слышу его голос и смотрю на него, вижу его лицо. Все, мне больше ничего не надо. Останьте его в покое, пусть он поет, как он хочет. Хорошо, вот у нас в 14-м году будет Олимпиада. Британская Олимпиада закончилась, там пел Пол Маккартни. Кто вы считаете, у нас вот, кроме Кобзона, мог бы... Ну, во-первых, у нас сегодня на дворе 12-й год. Эстрада, это такой, такой, штучный жанр, когда... Ну ладно, Маккартни София Михайловна, через два года не знаю, согласится ли она петь, если брать из столпов. Значит, у нас обсуждаемые артисты, это Киркоров, из обсуждаемых артистов, это Басков, ну, я им называю просто... А Кобзон не обсуждаемый артист? Нет, в 14-м году не обсуждаемый артист. Я могу только выйти и сказать, да здравствуйте, Евгений Додолев. Да. Я просто серьезно говорю, потому что, ну, я, кстати, являюсь чрезвычайным, полномочным послом культуры Олимпиады 2014 года и горжусь этим званием. Конечно, я все буду делать для того, чтобы были какие-то творческие встречи, вечера, концерты, все, но мы не знаем, кто к этому времени вдруг выскочит и станет, ну, фантастически популярным, фантастически интересным исполнителем. Я не вижу, чтобы кто-то выскакивал с такой вот прям чистотой. что у нас есть, мы с вами можем обсуждать. Из того, что у нас есть. Но еще раз говорю, это два года для эстрады, это колоссальный срок. Вот ситуацию нынешнюю и ситуацию в Советском Союзе. Много говорят про социальные элифты. Карьеру легче было делать в Советском Союзе. Вне всякого обсуждения. вот, из самой известной истории, вот, я, честно говоря, стал относиться к вам с огромным пиететом, мы сейчас про антисемитизм поговорим, когда узнал, вот, как появился Пьется Кобзон, вам же придумали псевдоним, вы сказали, что у вас есть имя, фамилия, и вы всегда будете выступать, как Иосиф Кобзон. Да. Было же такое в Советском Союзе. Ну, сейчас же все-таки, наверное, с антисемитизмом, мне кажется, покончено. Если вы берете какие-то национальные мотивы, это один разговор. Я никогда не буду говорить, что в Советском Союзе не было ощущения антисемитизма. Ну, вот это вот в вашей биографии, это просто очень пример. моя биография, но я всегда гордился тем, что я честно смотрел людям в глаза. когда меня в 1959 году на концерте в колонном зале Аркадий Островский назвал Юрий Златов, я долго не выходил, но когда он меня вытащил на сцену, я спел, я говорю, Аркадий Ильич, вы, наверное, забыли, меня зовут Иосиф, фамилия, он говорит, ничего я не забывал, я тебе придумал псевдоним. Я говорю, а кто вас спросил? А ты что, хочешь быть известным артистом Иосиф Кобзон? Я говорю, я не хочу быть известным артистом, я хочу быть просто артистом. Он говорит, ты думаешь, что я Аркадий? Я Абрам Островский. Я говорю, ну, очень хорошо, вы хотите быть Аркадием, а я хочу, мама мне моя дала имя и фамилию, я не буду ничего менять. Ну, как хочешь, никогда не станешь артистом. В современных условиях такое ведь, мне кажется, невозможно. Невозможно. Сейчас, пожалуйста, и Розенбаум у нас звучит, если будем брать национальные мотивы. Вот, сейчас и псевдонимы берут, и скажем короткую фамилию и Григорий Лепс, и другие. Ну, у него просто очень длинная грузинская фамилия, поэтому он, я так понимаю... Он взял короткую, он ее, так сказать, обкоротил, взял Григорий Лепс для, так сказать, кратости. Он будет выступать на вашем мега-концерте? Вот расскажите, ведь это будет очередное какое-то такое грандиозное шоу в кремлевском. Я не хочу называть это грандиозное шоу. Ладно, там, где Кобзон, это грандиозное поопределение. Я думаю, что я очень благодарен моим коллегам, артистам. Вы знаете, это характерно то, что у меня нет врагов на эстраде. Не может такого быть. Нет, ну что вы так... Завистники еще, может быть, есть какие-то. Какие-то завистники. Я всегда старался помочь моим коллегам. Я всегда старался продвинуть их, говорить о них добрые слова. Они сами об этом могут сказать и вспомнить. И поэтому я так рад, что на моем юбилейном вечере в Кремле ну вот моя очаровательная любовь Гречишникова, которая в общем ставит этот вечер, она не знает, что ей делать от желающих выступить. И тогда мы с ней пришли к выводу, что... А то есть там кастинг такой, да? Она говорит, ну не надо. Я говорю, я предложил, давай мы сделаем по-другому. Давай со всеми этими моими дорогими коллегами я буду петь в дуэты. Вот это первое деление, потому что масса песен, которые мне хотелось бы исполнить, и концертные рамки не вмещают эти песни. Поэтому я сделал композицию из песен. Из популярных и известных спетых мною песен я сделал первое деление композицию. А во втором отделении уже будут участвовать все мои любимые исполнители. и Лайма, Лещенко, Винокур, и Бабкина, Гверцители, и Валерия. И будут выступать и Крутой, и Николаев, и Торихор Турецкого, и масса там Буйнов, Казманов. Ну, масса будет в общем исполнителей и коллективов. Но со всеми абсолютно никто самостоятельно выступать не будет. Ну что ж, я надеюсь, что это все равно грандиозное будет зрелище. Я надеюсь, что... Это будет для меня большим подарком. Это будет подарком для всех нас, даже для тех, кто не очень втыкает в такую музыку, но просто по масштабу это, безусловно, будет грандиозно. Огромное вам спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришли. Передавайте привет Нелле, пожалуйста. Спасибо. Всех вам благ. Спасибо.